Ему уже 170 лет, а он по-прежнему молод и современен. Русский драматический театр имени Грибоедова в Тбилиси отмечает юбилей. Поздравить коллег приехали артисты и культурные деятели из стран Содружества. На торжестве был и наш корреспондент Михаил Рыбакидзе. За почти двухвековую историю на его сцене творили такие мэтры, как Немирович Данченко, Ермолова, Мельхольд и Петипа. А Георгий Товстоногов ставил дипломную работу «Дети Ванюшина». И сегодня Грибоедовский полигон для именитых режиссеров. Мы сюда шли чуть ли не каждую неделю. Здесь было очень часто, кстати, премьерных представлений. Очень много их было всегда. Я рада, что мы празднуем 170-летие, а наш театр все такой же молодой. На юбилей в Тбилисе съехали с десятки гостей. Праздник театра – это и их праздник. Ведь грибоедовцы дружат почти со всеми коллективами на просторах бывшего Советского Союза. Премьерный показ спектакля «Холстомер» стал кульминацией торжеств. После спектакля очень трудно говорить, потому что еще, так сказать, организм не переборол всего того, что ты увидел. Но я очень благодарен артистам, режиссерам этого театра и всем, кто создавал спектакль «История лошади», за то, что они почтили этим спектаклем память великого Георгия Товстоногова и Жени Лебедева. В Грузии театр имени Грибоедова называют лучом, который несет русское слово и объединяет людей разных национальностей. Наверное, поэтому ни один спектакль не обходится без аншлага. Я искренне хотела бы надеяться, что этот театр еще долгие-долгие годы будет действовать и будет способствовать укреплению добрых, здоровых отношений и будет воспевать культуру, которая так важна. Юбилейные дни продолжатся до конца недели. Гостей ждет еще не один сюрприз. Среди них совершенно новаторская постановка комедии «Ревизор», детали которой пока держатся в секрете. Михаил Рубакидз, Золодоби Нашвили, Ихвича Самадашвили, МИР24. Со знаменательной датой труппу театра поздравили президент Грузии Георгий Маргелашвили и патриарх Илья II. Их телеграммы зачитали прямо с легендарной сцены.